15-й межрегиональный автопробег в честь 70-летия Победы вернулся домой. В этом году его участники посетили такие города, как Гагарин, Смоленск и Ельня. В целом, за 15 лет маршрут автопробега был разнообразным. За это время Тамбовская делегация проехала более 30 тысяч километров. Из года в год одно остается неизменным. Это память о героических подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Продолжит Анастасия Горелкина. Каждый год этот автобус вместе с пассажирами отправляется в путь. И этот путь вот уже 15 лет самый разнообразный. В этом году Тамбовская делегация держит курс на Смоленск. Город, который богат своей историей. Сейчас Смоленску 1152 года. Все войны, которые вы проходили в России, они проходили через Смоленск. Смоленск – это город боев, город ключ, город тружин. И прежде чем была битва за Москву, в любую военную кампанию обязательно была осада города Смоленск. Ознакомительная экскурсия. Перед нами стены Смоленского Кремля. Именно они в разные века могли задержать врага, который нападал на город. А уже позже на митинге в сквере памяти героев. Участники Тамбовского автопробега почтят память всех тех, кто не вернулся с той войны. Кто защищал Смоленск, кто защищал свою родину. Среди присутствующих и участник Великой Отечественной войны штурман дальней авиации Иван Евдокимов. Воевать за родную Смоленщину ему не довелось. Но, признается ветеран, когда пролетал над городом, щемило в сердце. Смоленск после... Я только приехал в Смоленск в отпуск. В 1946 году по осени я не узнал Смоленск. Был разрушен на 96%. Если до войны население Смоленска было 156 тысяч, то осталось только 10 тысяч. Сквер памяти героев – одна из главных достопримечательностей Смоленска. У крепостной стены захоронены люди в разные годы, отдавшие свою жизнь за народ и отечество. Так здесь захоронен Михаил Егоров. Именно он вместе с Мелитоном Кантари 30 апреля 1945 года водрузил знамя победы над поверженным Рейхстагом. Цель и задача пробега очень простая. Мы должны показать молодежи, где отцы наши, деды и теперь уже прадеды воевали за то, чтобы современная молодежь сегодня жила. Жила, причем под геном неба, была счастлива. Следующая остановка – город воинской славы Ельня. После Великой Отечественной войны здесь только три здания сохранились. Водонапорная башня, библиотека и дом, где жил Кутузов. В июле 41-го немецкие танковые части вышли к Ельне. Город был важным стратегическим пунктом. Через него шла дорога на Вязьму, а далее на Москву. Наш автопробег, он нужен, он нужен для всех, чтобы почтить память тех героев, которые погибли на всех фронтах войны. Приехать в Ельню для Тамбовской делегации было особенно важно, ведь в 41-м году здесь героически погиб наш земляк, капитан Иван Флеров. Он был командиром отряда первых «Катюш». В 1941 году колонна машин батареи Флеров попала в засаду, недалеко от деревни Богатырь. И чтобы немецким войскам не досталась наша новая техника, отряд Флеров решил не сдаваться в плен. Они взорвали все машины. А капитан Иван Флеров взорвал себя вместе с головной пусковой установкой. 15-й межрегиональный автопробег Тамбов, Гагарин, Смоленск, Ельня закончился. За эти 15 лет участники автопробега преодолели более 30 тысяч километров, посетили более 25 городов. Но за этими большими цифрами и сухими фактами стоят судьбы героев, наших земляков, подвиги которых мы просто не имеем права забывать. Анастасия Горелкина, Александр Позняков, Наталья Демина, Смоленск, Область новостей.